Какая-то вот тряпка. Провалы Путина в Украине привели к такому падению его авторитета, что над российским президентом уже открыто глумятся не только враги, но и российские патриоты. К примеру, российский ФСБшник, российский имперец Игорь Стрелков-Гиркин в своих эфирах уже просто издевается над Путиным, открыто его оскорбляет и называет тряпкой. Такую реакцию Гиркина вызвало интервью у Путина, в котором Путин жаловался, что европейские политики вводили его за нос 8 лет. Как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто вводили за нос. Эту фразу Путин вообще регулярно любит повторять. И согласитесь, слушать эти жалобы как минимум странно, потому что пропаганда же годами выстраивала Путину имидж сильного лидера, который то на истребителе летает, то с голым торсом ходит по тайге. И вот теперь этот сильный лидер выходит и начинает чего-то блеять, мямлить, жалуется, что его опять кинули, обманули, надурили, что его вводят за нос. Ну, возникает логичный вопрос. Если ты такой дурачок, если тебя все вводят за нос, постоянно обманывают, дурят, это продолжается годами. Или, может быть, ты в отставку уйдешь и освободишь место кому-то нормальному. В общем, неудивительно, что после таких откровений Путина Гиркина буквально прорвало. И он с презрением стал высказывать все, что он об этом думает. В том, что уже произошло. Огромная вина, в первую очередь, самого президента Российской Федерации. Который даже сейчас ведет себя так, как будто он не президент огромной исторической страны с тысячелетней, более чем тысячелетней историей. Какая-то вот тряпка. Раньше Гиркин себе такого не позволял. Да, он мог критиковать Путина, мог критиковать его политику, но при этом не выражался в таком тоне и не переходил к открытым личностным оскорблениям. Гиркин мог оскорблять каких-то представителей окружения Путина. Медведева, Шойгу, Герасимова, каких-то депутатов. Но в отношении Путина он придерживался определенных рамок и определенной границы не переходил. Теперь же мы видим, что все правила приличия отброшены, все рамки забыты. И Гиркин стал буквально вытирать о Путина ноги. Рассказывает всем очередной раз, как его водили за нос. Он прям зациклился на этом. Что я могу ему посоветовать, вернее не ему, а его спичрайтерам? Молчите, пусть он вообще молчит, не открывая рот. Подскажите президенту, пусть молчит, пусть меньше рассказывает про нос, про свой многострадальный. Заткнись, Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Такое в адрес Путина можно услышать на украинских телеканалах по понятным причинам. Но в самой России ничего подобного себе уже продолжительное время никто не позволял. Теперь же мы видим, что у российских патриотов начинают натурально сдавать нервы от всех провалов и поражений в Украине. И Путина они начинают откровенно презирать, причем говорят это уже в открытую. Это означает, что авторитет Путина практически уничтожен. Его уже нет на международной арене, где Путина объявили преступником. И где он стал одним из самых токсичных мировых лидеров. Он просто не может физически теперь уже поехать в большую часть стран мира. И не сможет поехать уже никогда. Но это еще можно было бы пережить. А вот падение авторитета внутри страны. То, что над Путиным потешаются, уже издеваются. И откровенно то, что его презирают патриоты внутри России. Вот это для него действительно большая беда. Потому что утрата авторитета внутри России это самое плохое. То, что говорит Гиркин, понятно, что это мнение части российских элит. Так действительно думает часть российских элит. И для Путина это очень плохие новости. Потому что, конечно, круто, когда тебя реально все уважают и любят. Хуже, когда тебя ненавидят, но по крайней мере боятся. А самый плохой вариант, безвыигрышный вариант, это когда тебя презирают. Когда над тобой откровенно потешаются. Над твоими нелепыми оправданиями. Над твоими отмазками, которые ты лепишь, пытаясь как-то оправдать свою слабость. Вот это самое плохое. Потому что, конечно, не имея авторитета, когда тебя только презирают и тебя не боятся. Таким образом, долго оставаться на троне будет невозможно. И я думаю, что и сам Путин, конечно, где-то в глубине души это понимает. Друзья, подпишитесь обязательно на канал, если вы до сих пор не подписаны. Оставьте комментарий или лайк к этому видео. Это важно. Так оно получит больше охват. Ну и, соответственно, больше людей узнают правду о том, что происходит. Продолжение следует...